Как эксперт по ТЭКу и политик федерального уровня, Завальный готов рассказать и о международных отношениях, и о перспективах добывающей отрасли. Но горожан в первую очередь интересуют, конечно, житейские вопросы и проблемы. Меня интересует, почему пенсионерам повысили пенсию на 3,7%. Хотя вот в предыдущие годы повышали в феврале и в апреле. Сейчас только ерва. По мнению депутата, бесконечное повышение пенсии и зарплат не сделает нас богаче, потому что индексации все равно за инфляцией не угнаться. Получается, что с бедностью мы боремся, не развивая экономику, а печатая больше денег. Для страны это тупик. Нужна новая модель и сейчас ее создавать самое время. Одно из главных условий – снизить экономическую зависимость от нефтегазового сектора. Мы решим расходы, повышаем зарплаты, пенсии, а инфляция все съедает. Мы еще больше заняли инфляцию, и это как вот за куском сыра на удочке бегать невозможно. Поэтому пока мы не смеем модель развития, не будет прогресса. Поэтому основная задача – это в принципе модернизация экономики, повышение производства труда нашего. Денег всегда не хватает, но 20% россиян, а это пятая часть населения страны, живет за чертой бедности. Минимальный размер оплаты труда – всего 9,5 тысяч рублей, а прожиточный минимум – более 11 тысяч. Правительство намерено в ближайшее время устранить эту ошибку. Другая задача федерального центра – сбалансировать развитие регионов. Сейчас есть богатые территории, а есть депрессивные, но обладающие огромным потенциалом. Чтобы его раскрыть, нужны инвестиции. Страна развивается неравномерно. Здесь регионы, которые развиты лучше, здесь регионы, которые развиты хуже. Допустим, было время, когда в Западной Сибири было тише благодать. И сюда пришли деньги со всей страны, пришли люди за деньгами, освоили регионы. Сегодня добыча нефти, индустриально развитый регион, бюджетная обеспеченность почти в два раза выше, чем в целом по стране. Сегодня, допустим, есть время развития Дальнего Востока. Если мы сегодня будем вкладывать деньги в Дальний Восток, пройдет 5-10-15 лет, потом Дальний Восток, извините, будет содержать всю страну. Почему цена на бензин непрерывно растет, даже в то время, когда нефть дешевеет? Не может ли Госдума разобраться в этом парадоксе? Прозвучал вопрос от жителя города. По мнению Завального, возмущение россиян вполне обосновано. Не дорабатывают наши антинопольные органы. Тем более, вас в одном лице и должен смотреть, насколько соблюдаются условия конкуренции. И второе, должен смотреть за тарифами. На мое мнение, нет оснований для роста стоимости бензина. Не существует. Что касается западных санкций, то их, говорит депутат, бояться не стоит. Но в экономической войне, которая уже вовсю идет, не победить без технологий. А здесь мы, увы, пока отстаем. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова